Всем привет, мои дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Устраивайтесь поудобнее, наливайте себе что-нибудь вкусненькое, чай, кофе. И будем говорить о парфюмерии, впрочем, как и всегда. У меня для вас сегодня подборка топ-10 ароматов, которыми я редко пользуюсь, которыми у меня не тянется рука. И знаете что? У меня вообще-то есть на это объяснение. И здесь знаете, что важно отметить? Что эти ароматы, я вроде бы ими редко пользуюсь, но я их не продаю. Я не спешу с ними расставаться. Почему? Потому что на это есть свои причины. Вы знаете, что я не парфюмерный коллекционер, я увлеченный человек, но обычно у меня как происходит? Если мне аромат не нравится, то мы с ним расстаемся. Я легко расстаюсь, но мне так кажется, что я легко. Я уже неоднократно проводила какие-то расхламления, даже вот на своем канале. У меня были видео, да, я расставалась с ароматами. В общем, если я не использую парфюм, мне проще с ним расстаться. Мне не нравится, когда вот у меня эта коллекция разрастается, и просто из-за того, что я непонятно для чего их собираю. А вот ароматы, о которых сегодня пойдет речь, вы знаете, вот я редко ими пользуюсь. Вот странно, редко, но казалось бы, ну надо расстаться, да? Но нет. Если вам интересно, что это за ароматы, то оставайтесь со мной и давайте начнем. Прежде чем мы с вами начнем, напомню вам, что все ароматы будут продублированы в инфобоксе. Я оставляю для вас тайм-коды для удобства, чтобы вы могли посмотреть, наиболее интересные ароматы для себя выбрать. Но, конечно, отдельная благодарность тем людям, которые смотрят мое видео от начала и до конца. Еще и ставят пальчик вверх, еще и пишут комментарии, еще и пользуются моим промокодом. Это самые ценные зрители, я считаю, это мои самые преданные парфюмерные друзья. Я оставляю для вас свой промокод 10ПАВЛОВА в магазин РАНДЕВУ. Все ссылки на ароматы я тоже дублирую в инфобоксе, поэтому если вас какой-то заинтересует, обязательно проходите. Сейчас на сайте интересные предложения. Я желаю вам приятных покупок. Ну а мы с вами начинаем и начинаем с аромата от Носомата, нудифлорум. Кстати, наркотик ВИ я тоже редко использую, но не настолько редко, как вот этот аромат. Причем, знаете, я вам сразу скажу, что это не видео про мои нелюбимые ароматы. Нет, в том-то и дело, что они мне все нравятся. И у меня даже есть причины, почему я редко пользуюсь. И для каждого аромата она своя. Ну вот, например, аромат нудифлорум. Мне он очень нравится на самом деле. Но вы представляете, его стойкость, вот его стойкость, она меня останавливает. Прежде чем я решаю, что я хочу быть в этом аромате, я прекрасно понимаю, что этот аромат будет со мной как минимум несколько дней, а то и больше. Я не знаю, как у него так получается. Он держится даже после мытья головы. Ну я уже не говорю про то, что там после душа, да. Он как-то вот впитывается, что ли. Может быть, попадает на одежду. Если он попадает на верхнюю одежду, это просто все. Вы будете весь сезон с этим ароматом. Вы его будете ощущать. Да, не громко, но он будет с вами. Про что этот аромат? Мне он пахнет гранатовой кожицей, гранатовой шкуркой. Мне пахнет он кисленько на старте. А потом он начинает потихоньку переходить в свои кожные аккорды. И да, это аромат про кожу, но про кожу такую кисло-сладенькую. Здесь, кстати, есть малина, есть роза. Но мне очень нравится, кстати, этот парфюм. Вот знаете, на уровне вот просто он меня притягивает. Но повторюсь, я им редко пользуюсь. И причину я вам уже обозначила. Он действительно очень стойкий. Поэтому если кто-то ищет, или если кто-то из вас думает, что стойких ароматов не существует, вот настолько стойких, что они могут держаться неделю, а то и больше на верхней одежде, я вам просто рекомендую. Вот познакомьтесь с нодифлором, и вы убедитесь, что такие ароматы есть. Следующий аромат, который мне очень нравится. И я, знаете, даже бывает просто дома. Я вам как-то рассказывала. Могу нанести такой микропшик. Ой, безумно приятный. Он мне пахнет какими-то орешками и сахарный ватой, или сладким, чем-то таким сливочным. Он очень приятный. Но с ним тоже, кстати, важно не переборщить. Я его редко ношу. Я его в основном ношу зимой. Мне очень нравится, как он согревает. Вот если он попадает на свитер или на шарф, то это такой уют. Это такой пушистик. Летом он, конечно, может утомить. Я не сказала, что это аромат от бренда Zadig & Voltaire. This is her. Но вот этот флакон, вот эта жидкость в этом флаконе, все это придает ему какой-то нежности. И кажется, что аромат такой очень мягкий, что он такой молочный, что он такой сладенький, сливочный, приятный. Но на самом деле он, конечно, убойный. Его нужно буквально несколько пшиков, и он тоже будет с вами надолго. Аромат классный, красивый. Но, повторюсь, у меня есть определенный сезон для него. Наверное, вот эта вот причина, почему я не часто им пользуюсь. Потому что мне хочется его вот такие долгие зимние вечера, когда непогода за окном. Ну вот такие ассоциации у меня с ним. Поэтому у меня такой расход. Ну хотя смотрите, у меня сколько его сантиметров уже нет. Я не делилась ни с кем. Ой, красивый. Следующий аромат от Narciso Rodriguez. Так, я всегда забываю, как тут правильно. Нероли, амбре, версия до туалет. Очень красивый флакон. Тоже не могу с ним расстаться. Ну не с флаконом, а не могу расстаться с этим ароматом. По какой причине? Вы знаете, я им вообще не пользуюсь. Вот я им вообще не пользуюсь. А почему не могу расстаться, я сама не знаю. Наверное, потому что, наверное, потому что мне нравится его внешний вид, может быть. Не знаю. Ну, во-первых, это подарок. Да, наверное, поэтому в первую очередь я не могу с ним расстаться. Про что для меня этот аромат? Это цветочный парфюм, где я очень хорошо слышу экзотические цветы. И, ну, в пирамидке заявлено, что это франжепани. Ну, пусть это будет франжепани. То есть пахнет белоцветочно и как будто бы пахнет вот летними цветами. Вот мне хочется сказать летними цветами с кремом. Мне больше напоминает это запах вот какого-то молочка для тела, уходовый запах, да. И я очень часто, кстати, этот аромат дома ношу. Мне нравится вот выйти из душа, нанести на себя ощущение, как будто бы я действительно нанесла на себя какой-то очень приятный крем для тела. Вот так пахнет для меня нарцисса, не роли амбре. Правильно я прочитала? Да, не роли амбре, а версия до туалет. Аромат в целом очень красивый. Те, кто любит цветочное направление, те, кто любит звучание вот цветка апельсина, да. Ну, вот что-то такое, франжепани, еще белоцветочность какая-то такая летняя, свежая, негустая белоцветочность. Вот обратите внимание, если вы еще не знакомы, очень приятный аромат. Ну и давайте следом покажу сразу другой красивый кубик. В общем, мне так нравится. Посмотрите на эту прелесть. Вот только посмотрите, да. Ну, красота. Вот этот красный кубик, я вообще от него глаз не могу оторвать. Мне просто тактильно даже приятно. Вот его сначала мне приятно визуально на него посмотреть, а потом мне тактильно приятно его держать в руках. Редко ношу. И тоже есть тому причина. Знаете, какая он нестойкий. Он на мне вообще не держится. Ой, я помню, как я его хотела. Мне он так нравится. Он пахнет, ну если я скажу косметичкой, то это опять будет банально. Он мне пахнет свежепоточенными карандашами, пудрой, помадой. Или, скорее всего, знаете, каким карандашом он мне пахнет? Вот карандашом для губ. Не автоматическим, а вот вы подточили карандашик, да, и красите. Вот он так пахнет. Ну, вы понимаете, он настолько нестойкий, он настолько нестойкий на мне, я не понимаю почему. И я действительно им очень редко пользуюсь. Ну, мне просто, знаете, мне хочется, чтобы от меня пахло чем-то, да, чтобы в течение дня я ощущала этот аромат. Хотя можно, в принципе, он только маленький у меня, можно с собой его брать. Ну, вот не знаю, редко, признаюсь, редко им пользуюсь, хотя аромат мне очень нравится. Это сочетание ириса, розы, все это на древесной подложке, здесь фирменный нарциссовский мускус. Ну, красота, но редко. Следующий аромат, это моя тема. Аромат про ирис, аромат с такими очень приятными чайными аккордами. Есть немножко цветочности, это аромат от бренда State of Mind. Аромат называется Creative Inspiration. Вы знаете, я действительно им редко пользуюсь, и я его, мне он очень нравится. Это вообще мой вкус, однозначно мой вкус. Но почему-то редко к нему тянется рука, хотя он и по стойкости довольно-таки, ну, умеренный. Для своего направления, да, что это чайный все-таки аромат, он какой-то не густой, да, он больше свежий. Но я понимаю, что я им редко пользуюсь. Может быть, дело, кстати, во флаконе. Так, у меня начал сверлить сосед, друзья мои. Все, мы с вами сейчас будем прерваться. Я замечала, что тревел-версии ароматов на меня действуют как-то вот отталкивающе. Не знаю, с чем это связано. Вроде удобно, удобно брать с собой. Но как-то в какой-то определенный момент я понимаю, что я его вообще не беру с собой и вообще им не пользуюсь. Вот это честно. Но сам аромат приятный. Здесь на старте чайные ноты, я уже сказала, да. Здесь на старте ирис, бергамот, все так свеженько. А потом начинает раскрываться такая древесная подложка, очень красивый. Красивый аромат очень утонченный, он очень деликатный. Я бы, знаете, посоветовала людям этот аромат тем, кто сдержанно относится к парфюмерии, не любит громких густых ароматов, ищет что-нибудь такое стойкое, освежающее, приятное, но не густое, да, не какие-то, не моноаромат. То есть этот аромат, он такой очень-очень нежный, очень утонченный. Мне он нравится. Ну вот, как есть, редко пользуюсь. Следующий аромат, я его безумно на самом деле люблю. Но в это сложно поверить, потому что у меня практически не убывает жидкость во флаконе. Потому что я действительно, вот я его люблю, и насколько я его люблю, настолько вот я почему-то его очень редко использую. Он у меня для особых случаев. Он мне помогает стать немножко другой, знаете. То есть это абсолютно мне не свойственный аромат, это не мой вкус. Здесь, это мшистый аромат. Это, ну, друзья мои, он такой, я не знаю, он такой строгий, он несет в себе такой стержень. И мне очень нравится, как он раскрывается в дождь. Это классический шипр, понимаете. То есть здесь все есть. Вы как будто бы ощущаете вот эту сырую листву. Вы как будто бы ощущаете вот эту древесность. Вы как будто бы, в принципе, оказались на природе, где-то в лесу, где слышите вот эту влажность, вот эту мшистость. Да, ну, я думаю, что шипровые ароматы, они сделаны по определенной структуре. И здесь вот все, вся эта составляющая, она здесь есть. Мне очень сложно уловить еще какие-то в нем ноты, помимо вот этой вот древесности, помимо почулевых нот, помимо мха. Интересный аромат. Я рада, что он у меня есть, я не расстанусь с ним. Вот не расстанусь. Этот аромат должен быть у меня, потому что он на меня вообще как-то очень странно действует. Когда я его наношу, я действительно, я, правда, у меня появляется какое-то такое ощущение, что я становлюсь немножко другим человеком. Вот, это моя полная противоположность. Я его так и называю. Это моя противоположность. Такой аромат. Следующий аромат это Angel Nova от Mugler. Я думаю, что многие знакомы с этой замечательной малиновой звездой. Мне почему-то все время хочется сказать, что она пахнет малиной, личи, чем-то таким кисленьким. Я люблю этот аромат, но редко его ношу. И я знаю почему. У меня часто такое бывает, когда у меня якорится аромат с кем-либо. И причем якорится очень сильно, когда человеку подходит этот аромат, и он у меня потом ассоциируется с ним. Я вот почему-то редко начинаю пользоваться, перестаю пользоваться этим ароматом. Ко мне приезжала сестра, и я ей неоднократно отливала этот парфюм. Ей он очень понравился, я с ней делилась. И все. Вот после этого я наношу, и мне такое ощущение, что вот она где-то рядом, понимаете? То есть, ну не то чтобы мне это неприятно, мне это очень приятно, но как будто бы это уже не про меня история, понимаете? То есть, как будто бы этот аромат, как будто бы я взяла у кого-то его, нанесла на себя, и вот просто походить. Я стала замечать, что я действительно все реже и реже стала пользоваться этим парфюмом. Но он на самом деле очень приятный. Вот сейчас весна, лето, это его время. Такая сладость, знаете, утонченная. Вот, кстати, в отличие от версии Eau de Parfum, этот аромат более свежий. То есть, здесь вот эта нотка, цитрусовая нота на старте, она освежает. Вот какая-то зеленца присутствует в этом парфюме. В целом, это, конечно, почерк знаменитого парфюмера Квентина Биша. Это ярко, это звонко, это шлейфово, это сладко. За вашим шлейфом пойдут, вас спросят, что на вас за аромат. Это в люксе такой, наверное, один из самых ярких парфюмов. Похожих много, много, но вот эта звездочка, я ее обожаю. Классный аромат. Вот, кстати, когда я говорила про Eau de Soir, я сразу же хотела вам рассказать про аромат, о котором я мечтала и который я хотела, чтобы был в моем парфюмаре в гардеробе. Это Coco Noir от Chanel. Сейчас я его протру. Вы посмотрите, во-первых, на этот флакон. Ну, я думаю, что многие из вас и видели этот флакон, и у многих из вас он есть. Вот насколько я хотела, чтобы он у меня был, и я не скажу, что я им поливаюсь каждый день. Ну, вы бы это увидели, вы бы увидели это в Телеграм, да, потому что мы с вами часто делимся ароматами дня. Кстати, кто еще не подписан на мой Телеграм-канал, вот ссылочка и в инфобоксе тоже. Проходите, приходите, подписывайтесь. Так вот, я им не поливаюсь каждый день. Для меня он тоже какой-то, вот как будто бы торжественный. Мне его хочется надеть, если мы собираемся на какое-то мероприятие. И признаюсь вам честно, я и хочу, чтобы он у меня остался для каких-то особенных дней, для каких-то особенных событий. Такие ароматы тоже нужны, такие парфюмы нам тоже важны, понимаете? Вот, поэтому я признаюсь, я редко им пользуюсь, но не потому, что мне он не нравится, а потому что я его, может, даже где-то хочу вот сохранить и сберечь для этих особых случаев. Я не сказала, чем он пахнет. Вы знаете, для меня он, вообще в нем не вычленяются ноты. Вот, я слышу в нем, что он пахнет классический, я слышу, что здесь есть красивые почули, я слышу, что средних нотов здесь цветы, но это не отдельные для меня цветы. И если я буду подглядывать в пирамидку и говорить, что да, я слышу здесь нарцисс, я могу сказать, что я слышу здесь жасми, но я просто могу догадаться, что он здесь есть, что здесь есть роза, да. Я знаю, что здесь есть герань, горечь вот этой от герани, мне тоже здесь как будто бы, как будто бы, как будто бы я ее тоже чувствую. Но в целом, но в целом это для меня запах дорогой какой-то, знаете, какой-то он для меня такой шикарный, больше даже косметический. Вот так, классический косметический запах. И если бы какая-то пудра пахла вот так, ну я готова просто уткнуться носом в эту пудру и бесконечно обонять этот запах. Coco Noir от Chanel. Следующий аромат, я уже вам говорила о том, что как-то он не стал моим любимчиком. Вроде бы по пирамидке все отлично, вроде бы по пирамидке он мне подходит. Это аромат Passessoir от BDK. Да, мне вообще нравится этот бренд, если честно, я люблю и к многим ароматам я присматриваюсь. Что-то не сложилось, что не сложилось, я не знаю. В целом, в целом здесь, наверное, аромат более фруктовый для меня. То есть здесь нота Айвы заявлена. Мне как будто бы мерещится здесь яблочко опять. Да, имбирь на старте. В целом, всегда, когда я наношу этот аромат, у меня он вызывает приятные эмоции. Не знаю, почему я как-то не прониклась. Ну и расставаться я тоже не готова. Я думаю, что может быть его еще сезон не подошел. Может быть он летом раскроется. Здесь вообще аромат про сладость. Про сладку Айву. Мне кажется, что это как будто бы пахнет даже каким-то фруктовым вареньем. Здесь пахнет и леденцово одновременно. И аромат такой очень веселенький. Он играючи. Играючи раскрывается на вас. Я слышу в нем даже как будто бы какую-то пузырьковость. Ну как будто бы, знаете, бокальчик просека или вот бокальчик какого-то шампанского. Но скорее всего не просека. Мне кажется, это все-таки больше полусладко-шампанское, потому что в нем есть сладость. Я повторюсь, что я не спешу с ним расставаться. В целом аромат красивый. Мне нравится, как сделан аромат. Постараюсь с ним еще подружиться. Следующий аромат это Impossible Iris от Ramon Monegal. Аромат, с которым мне очень сложно на самом деле подружиться. Я действительно им редко пользуюсь. Но знаете, я вам скажу так. Чем больше он у меня стоит, тем больше он мне нравится. Представляете? Я хочу в нем услышать ноту мимозы. Я слышу в нем ирис. Но мне мешает, я уже говорила, древесность в нем. Я думаю, что это вот как раз-таки кедр, который все мне перебивает. Но на самом деле вот это правда, что аромату нужно отстояться какое-то время. И мне кажется, что он любит тепло. Потому что чем теплее становится, я замечала, тем больше в нем раскрывается вот эта желтоцветочность. Вот эта желтенькая пыльца. Вот так как пахнут шарики мимозы, они вроде бы не пахнут, но такое ощущение, что есть какой-то медовый оттенок. Я не планирую с ним расставаться, потому что ничего подобного в моем парк-гардеробе нет. И скорее всего, я хочу его нанести, и скорее всего не будет, потому что он действительно очень необычный. Impossible Iris. Напишите, у кого этот аромат. Я знаю, что у моих зрительниц есть этот аромат. Мне нравится его внешний вид. Это вообще просто. Мне сразу хочется еще что-нибудь подпробовать от этого бренда. Но честно вам скажу, вслепую не рискну. Потому что я поняла уже, что есть некая специфичность у бренда. И многие об этом пишут, что он сочетает ноты. Парфюмер сочетает ноты очень своеобразно. Скажу, что это что-то такое провокационное. Нет, но вот какое-то непривычное для меня. Сейчас все на себя нанесла. Но вы знаете, какие у него красивые ноты вообще заявлены. И малины, и ланг-иланг, и вот это вот мимозка, и ирис. Но это не может не подкупить. Я все-таки надеюсь, что мы с ним подружимся и будем жить, пожевать и добра наживать. Вот такая вот была моя подборка топ-10 ароматов, которыми я очень редко пользуюсь. У меня будет к вам просьба. Напишите в комментариях, какие ароматы вы любите, но почему-то по какой-то причине вы не используете. Будет очень интересно почитать. Я уверена, что у вас такие точно найдутся. Ну а я на сегодня буду с вами прощаться. Я как всегда желаю вам всего только самого доброго, мирного. И мы скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»